Здравствуйте, Ренат, очень рада встрече с вами. Раньше мы часто встречались, снимали репортажи, когда ты в своем плотном графике тренировок, соревнований буквально на пару дней приезжал к родителям в Черкесск. Но недавно я услышала, что ты открыла здесь школу дзюдо, что стало приятной новостью. Как родилась эта идея? Здравствуйте, Алла. Конечно, очень приятно видеть, беседовать с вами в очередной раз. Очень давно не общались, кстати, поэтому... И раньше намного чаще мы встречались. Но теперь, я думаю, что в другой роли, уже в роли тренера мы будем еще так же часто встречаться. Да, вот мы решили с тренерским коллективом. Эта идея была очень давно, она была, естественно, у моей мамы, как и вся остальная спортивная карьера. И она постоянно мне говорила, вот давай, давай, ты должен, после того, как ты завершишь карьеру, ты должен поделиться с молодежью, поделиться опытом и так далее. Ну, как говорится, созрел, как говорится. И вот в сентябре, 12 сентября, мы решили открыть наши двери спортивного клуба, в котором у нас сейчас тренируется более 150 человек. И очень такая приятная атмосфера, дружный коллектив. Команда у нас на сегодняшний день состоит из четырех мужских тренеров и одного женского тренера. Мужские тренера – это Александр Иванович Калмогорцев, тренер с 50-летним стажем, которым я очень доволен. Это Мусаки Шмахов, это громкая фамилия тоже в тренерской деятельности у нас в республике. И Мурат Тикеев, молодой перспективный тренер, которым также я очень доволен. И Умар Кургов тоже, который очень шикарно справляется со своей работой. Ну, молодые тренера, они будут обучаться, они будут ездить у нас по семинарам, будут участвовать в разных тренерских мероприятиях, чтобы набирать опыта. И у нас еще Екатерина Пташкина, девочка, у нас тренирует женскую группу. Также с пяти лет у нас набор в эти группы. Были пожелания, вот мы сделали, как бы хотели, чтобы девочек тренировала девочка. Очень долго искали. И вот Катя, Катя еще тренировалась со мной, еще в пятой школе. Очень хороший тоже тренер, человек. То есть своей командой я очень довольен на сегодняшний день. Ренат, расскажи, тренерский состав вот у вас такой прекрасный и вот школа, условия. Условия у нас, вот как вы видите, одни вот 10-метровые потолки, чего стоят. Это у нас вот выделили нам из академии в лице нашего друга, можно сказать, нашего старшего коллеги. Это тоже дзюдоиста Руслана Махаревича Качкарова. Это Хасан Магомедович Салпагаров, который директор этого комплекса, который нам помогает, нам вот дали такие условия, чтобы наши дети могли, начиная с футбола, заканчивая любыми видами игровых, чтобы мяч можно было хоть куда пинать. Вот потолки сами вы видите. Им за это огромное спасибо, конечно. Периодически Хасан Магомедович постоянно здесь, а вот Руслан Махарович тоже заезжает в гости, смотрит обстановку. Потенциал какой, на твой взгляд, вот детишек, которые ходят к тебе тренироваться сюда? Ну, потенциал, это очень маленький срок, это практически ничего. Мы только-только, можно сказать, познакомились и только начали более-менее уже приступать к работе на татами. Малыши у нас до сих пор более такой физической подготовкой, физкультурой занимаются. Ну, несмотря на это, у нас уже есть медалька на первенстве республики среди юношей до 15 лет. У нас мальчик вот занял бронзовую медаль. И это оказывается тоже очень приятно, когда сам где-то что-то выигрывал, а когда ты уже в такой, в другой роли и переживаешь не меньше, чем за себя. Ренат, и возвращаясь к твоей спортивной карьере, вот вбиваешь в интернете, например, Ренат Саидов, и там такой длинный список чемпионатов, кубков, которые ты выигрывал. Вот ты знаешь, сколько у тебя медалей вообще, общее количество, точное количество медалей знаешь? И вот какая награда для тебя самая ценна? Ну, медали не знаю, честно. Их там, потому что и с юношеского дзюдо, и уже с большого дзюдо, наверное, мама будет знать, я не знаю. По поводу, какая медаль самая такая ценная, ну, честно, тоже не смогу сказать, потому что каждая медаль очень тяжело давалась. Ну, были, которые там, да, там, такие соревнования уровня, там, первенства водокачки, как говорится. Ну, а такие серьезные соревнования, там уже, там грызутся все, все хотят эту медаль. Ренат, чтобы получить одну медаль, это сколько труда, сколько усилий, сколько тренировок, да, это объемный труд. Не мне рассказывать, конечно, я так предполагаю. Но скажи, пожалуйста, вот девиз какой по жизни и в спорте должен быть у начинающего спортсмена, чтобы достиг, достиг он таких же высот, как это? Девиз у меня среди друзей моих, я постоянно всех упрекаю. И это, ну, в первую очередь, там себе напоминание. Ну, и друзьям, как бы, я всегда говорю, что, ну, надо пахать просто. Это, ну, ничего тут нету, никаких секретов, никаких, там, я не знаю, никто не скрывает методику, там, чемпионство. Просто надо трудиться, надо дисциплина, это однозначно, это самая основа, это номер один, что должно быть в жизни спортсмена. То есть сон, питание и так далее. Ну, у нас республика такая, что у нас очень дружные ребята все, и многие молодые ребята, там, я смотрю, там раз на тренировки нету, там, там, у того, там, свадьба, у того день рождения и там, и так далее. Вот это, это первый корень зла, как говорится. Нельзя так, ну, тренировка, это сперва тренировка, а потом все остальное. Ну, прививаешь своим воспитанникам, ты вот, дисциплину, да, в первую очередь? Ну, дисциплина, да, даже вот мы, допустим, непосредственно, вот я требую с них, начиная, ну, малышей пока не трогаем, у них только они втягиваются, а вот с остальных, вот даже вплоть до того, как у них тапочки стоят, ну, потому что это, ну, его, как бы, лицо, то, как у него тапочки стоят возле татами. У одного там один тапок там, другой там, а у другого, как бы, они... Ну, для меня это обо многом говорит, а может быть, кто-то другой на это внимание не обратит, и поэтому, ну, насчет опоздания это вообще не обсуждается. Вы же помните, когда вы приходили еще в пятую школу, в подвал, когда снимали с Вячеславом Ивановичем, ну, Вячеславом Ивановичем, это там не то, что замечание строгое, там, скакалка сразу. Ренат, никогда тебе об этом не говорила, наверное, в первый раз скажу, но мне всегда восхищало твое отношение к своему тренеру Вячеславу Ивановичу Пчелкину. Когда вот буквально ты на один день приехал, но первым делом ты шел к нему на тренировку, вот в пятую школу, где мы снимали пару раз репортажи. Вот это очень приятно, вот это вот, не знаю, как это зарождается? Ну, это, ну, мое мнение, что это в первую очередь воспитание из семьи, которая выходит. Ну, ни в коем случае не хочу никого там не задеть, не зацепить, но для меня Вячеслав Иванович это, ну, есть у меня кровный отец, а есть такой, который по жизни там, я не знаю, столько вложил в меня, и если я к нему не приду, это как будто, ну, может, предательство, я не знаю. Глава нашего государства, он сам дзюдоист, и мы знаем, что он приезжал к вам на тренировки. Вот расскажи об этих встречах нам немножечко. Да, мы не раз встречались с президентом, с нашим, с Владимиром Владимировичем, и в формате на татами, и в таком, в официальных встречах. Ну, как глава государства, ну, тем более, он двойне приятнее, когда этот дзюдоист, когда он, как бы, понимает то, чем мы занимаемся, вырос на татами и очень любит дзюдо. Не просто, как вот, когда-то там день-два позанимался, а он реально болеет дзюдо, как бы, и он полностью в теме. Ну, и для нас, конечно, это большая честь, когда он приезжает, посещает наши тренировки, и вплоть до того, что может спросить ребята вам, как бы, как у вас в регионах дела, что вам нужно, вы говорите, не стесняйтесь. Ну, такой довольно свободный формат бывал. Скажи, пожалуйста, вот, когда ты участвовал в Олимпиаде, вся республика, все болели за тебя, переживали, ждали. Ну, по телевизору, понятно, мы все наблюдаем, ну, а когда спортсмен участвует в Олимпиаде и непосредственно там находится, вот, помимо того, что мы, обычные зрители, видим, вот, какие эмоции, что интересного происходит там? Олимпийские игры – это, конечно, самые крупные, самые такие масштабные соревнования. Хотя по сложности соревнований, чемпионат мира, допустим, намного сложнее именно выступать, как по составу, по всем этим моментам. Потому что на чемпионате мира могут быть два участника, допустим, с той же Японии, могут быть два участника с Грузией, там, ну, это уже сразу усложняет задачу. А на Олимпийских играх только один участник от одной страны. И, ну, там больше психология, там больше давит эта атмосфера, то, что, ну, весь мир там живет этим событием, главы государств, там, ну, там можно в Олимпийской деревне кого угодно встретить. Ринат, а вот после такого плотного графика, тренировок, соревнований, ну, на уровне мира, да, вот все проходило, вот такой более размеренный график работы, вот, вот как сейчас, я имею в виду, как вот это? Ну, честно, я вот, ну, есть некоторые ребята, ребята, которые жалеют там, что вот такой насыщенный график, кому-то адреналина не хватает, ну, мне все хватает, я настолько наездился, наелся, как говорится, и по-спортивному, и просто по жизни. Я очень люблю Черкесск, мне очень здесь нравится, и все говорят, вот ты там, я жил в Челябинске 15 лет, и для меня Черкесск, это, ну, люди, когда тут находятся безвывозно, они, как бы, думают, что где-то лучше, а на самом деле один климат, одни продукты, семья, друзья, родные, близкие, ну, это ни на что не поменять, ну, я лично не поменял бы это ни на что, может, кто-то другой поменяет. Планы вообще дальнейшие какие? Мечта какая? Ну, планы, я вот, когда был действующим спортсменом, естественно, у меня были такие цели, мечты, как говорится, ну, как для любой спортсмен, который хочет чего-то добиться, он должен к чему-то стремиться. Ну, сейчас у нас вот цели и планы такие, что вот с этого зала, чтобы вышел у нас чемпион, как говорится, ну, в первую очередь мы воспитываем поколение нормальных, порядочных людей. Спасибо большое, Ренат, за интервью. Желаем успехов и в спорте, и в жизни. Спасибо большое, Алла. До встречи.